За последние два года стоимость земельных участков в крае, говорят эксперты, возросла почти в семь раз. Постковидные времена, ценовая недоступность квартир и желание людей к более комфортной уединенной жизни подогрели спрос покупателей. Если, например, последние пять лет взять, то с 40%, с 39% до 50% к прошлому году доля при росте общих абсолютных объемов, доля метров квадратных ИЖС выросла с 40% до 50%. Сейчас посмотрел данные по четырем месяцам, уже 62%. Но спрос мог быть еще более высоким. Сегодня его сдерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, в окрестностях Барнаула, говорят застройщики, не хватает земли. Если власть обратит на это внимание, если мы сможем переводить сельхоз земли в ЛПХ или ИЖС, конечно, эта проблема будет решена. Если быстро будем подключать коммуникации, то, конечно же, да. Поселки появятся очень хорошие и качественные. Но с прокладкой коммуникаций сейчас тоже все непросто. Где-то пытаются создавать поселки, нагружая старую инфраструктуру, которая зачастую нагрузки не выдерживает. Где-то компании ведут себя недобросовестно. Впервые мы взяли на себя сами формирование общественных зон, потому что практика предыдущих проектов показала, что благие намерения, которые нам озвучивают потенциальные застройщики вот таких вот вещей, как там магазины, какие-то спортивные центры и так далее, они заканчиваются тем, что мы продаем с большой скидкой эту землю. Потом там возникает очередной просто жилой дом или, я прошу прощения, некое уронство возникает, на которое без слез не взглянешь. А комфортное жилье на земле сегодня, к тому же, не всем по карману. Перекупы продают участки по накрученной цене. На готовое жилье под ключ нередко нужны кредитные средства. И в этом смысле хорошие меры стимулирования рынка являются льготные программы. Но пока их число и объемы, выделяемые по ним, небольшие. Если по господдержке, скажем так, лимиты определяет Минстрой и Минфин, то на сельскую ипотеку это Минсельхоз. И здесь пока программа не отработана должным образом, то есть выделяется определенное количество денег, они успевают израсходоваться. И так как они выделяются там, ну, на все территории, где есть сельская ипотека, они расходуются очень быстро, так как лимиты очень маленькие. И следующих лимитов приходится ждать, ну, какое-то время, там, бывает от двух месяцев до полугода, но они все равно появляются. И несмотря на то, что условия по льготным кредитам постепенно расширяют, так с начала этого года для приграничных территорий ставку снизили до 0,1%. Огромное количество людей по-прежнему стоит в очереди на получение сельской ипотеки, говорят специалисты. Для развития малоэтажного строительства, которое сегодня в тренде по всей России, подход к решению существующих проблем должен быть комплексным. Чтобы сделать доступной и комфортной жизнь на земле, механизм проработать нужно на всех этапах. От бюджета программы дефицита земли до качественной застройки. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова